Раскрыть тему рубрики нам поможет член общественной палаты и психолог Ульяна Жучкова. Ульяна, расскажите, почему вас заинтересовала эта тема и что вы попытаетесь узнать? Для меня интересно, стоит ли что-то для современных граждан за паспортом, то есть есть ли какая-то социальная позиция, которая появляется вместе с этим документом. Говоря о современной молодежи, мы поняли, что для многих это весьма формальная деталь, то есть я получаю документ, подтверждающий мою личность, и за этим нет какой-то более взрослой позиции, нет социальной сознательности, что я представляю свою страну и что я вкладываю какую-то часть себя на развитие своей страны, ее благополучие и процветание. Поэтому стало интересно узнать, что думают современные жители России на эту тему. Вспомните, когда вы получали паспорт, как менялась ваша жизнь, что вы чувствовали? Что я чувствовала? Повзрослела, наверное, счастливая такая, могу куда хочу, пойти на работу, да. На тот момент, когда я получила паспорт, скорее всего, я не понимала, что это такое. Ну, в данный момент какая-то ответственность появилась, самостоятельность, да. Ну, не сказал бы, что сильно поменялась жизнь, но какое-то такое ощущение приятное оно было. Вспомните ли вы, когда вы получали паспорт? В 16 лет. Что для вас это было? Какое-то было ощущение перемен в жизни? Ну, да, какое-то становление, взросление, переход во взрослую жизнь, если можно так сказать. Ну, да. Ну, какое-то вот ощущение праздника, конечно, не было. Просто какая-то вот ответственность, груз, теперь у тебя есть паспорт, и ты должна его беречь и с ним ходить. 13 ноября на торжественной церемонии латкаринским юношам и девушкам вручат главный документ гражданина России. Паспортный режим существовал еще в Древнем Египте. В России 17 века аналогом современному загранпаспорту служила проезжая грамота. После Октябрьской революции внутренние паспорта были отменены, как пережитки царского режима. Но, как оказалось, на практике государству обойтись без этого документа невозможно. Своими воспоминаниями о вручении советского паспорта поделился глава города Евгений Серегин. В то время хотелось совершить какой-то подъезд. Вот действительно такая, в общем-то, была идеология, партийная. Ну, и, соответственно, мы стремились к этому. Ну, я думаю, что наша молодежь латкаринская, российская должна быть тоже, в общем-то, такая церемония, определенная, наверное, и с идеологией переживания и болезни своего государства. Я надеюсь, что наши ребята также гордятся нашей страной, нашей Россией великой. Ну, и, соответственно, нашим любимым городом Латкарина. Ну, и хотят сделать что-то полезное. Если не подвиг, то полезное. Но лучше подвиг. Маленький подвиг каждый день. Что для вас значит обладать паспортом? Потому что в столь юном возрасте вы получаете вместе с этим документом и некую социальную роль. Вот что для вас быть гражданином своей страны? Ну, я считаю то, что гражданин – это не просто человек, который живет где-то, там, в какой-то стране определенной. Он должен как-то участвовать в ее развитии, участвовать в выборах президента этой страны, кто будет управлять ей. А как вам кажется, что значит быть гражданином своей страны? Я вот затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что, ну, как бы должна быть ответная реакция страны к гражданам своим. И уже, как бы, на этом основываясь, граждане проявляют патриотизм какой-то, к сферному отечеству и так далее. В данный момент я вот такого не ощущаю. Ну что, гражданином? Я же за все переживаю, чтобы не было войны, самое главное, чтобы дети счастливы были, чтобы везде равноправие какое-то должно быть. Мне эту Маяковскому надо спросить. Как там паспорт этот? Читайте, завидуйте. Я гражданин Советского Союза. Сейчас нет Советского Союза. А как вы чувствуете себя частью страны? И как вам кажется, есть ли в этом ответственность или привилегии больше? Половину на половину, как обычно. То есть каждый человек – это, в принципе, маленькое лицо, маленький представитель России. И по каждому человеку можно судить о стране в целом. Естественно, это ответственность. Как ты себя ведешь, как ты строишь взаимоотношения, как ты относишься к любимому делу. Я считаю, что быть гражданином – это очень достойная роль. И я горжусь своей страной и горда тем, что именно в России родилась. Ильяна, удалось ли вам удовлетворить свой интерес и какой итог вы можете подвести? Интерес удовлетворить удалось. Насчет итога. Получается, что для половины людей паспорт так остается просто документом, формально разрешающим какое-то взаимодействие с государственными органами и подтверждающим личность. Но для части людей, и мне это приятно, есть и понимание какой-то своей роли в жизни страны, и есть понимание отражения ответственности своей за благополучие, за развитие дальнейшей своей страны. То есть мне хотелось бы пожелать тем, кто получает сегодня паспорта, те, кто дальше будут представлять нашу страну, все-таки думать о том, что мы ее часть, и думать о том, как можно улучшать нашу страну, а не только ждать каких-то привилегий и жестов в наш адрес. Спасибо, нам было важно ваше мнение. Ульяна Жучкова, Григорий Козлов, Алексей Эстинов, телеканал Латкари.